Во время экскурсии ребятам представляют практико-ориентированную, профориентированную программу по наиболее востребованным рабочим и инженерным профессиям. Мобильная робототехника, прототипирование, управление беспилотными летательными аппаратами, лабораторный химический анализ – всем этим и многим другим компетенциям можно обучиться в парке будущего. Это промежуточное звено между проектированием и запуском серийного производства. Здесь мы учим детей в специальных программах делать модель прототипа и потом этот прототип печатается на 3D принтерах с помощью специального пластика. После экскурсии ребята проходят профориентированный тест и участвуют в одном из 8 мастер-классов по выбору. Во время мастер-класса теория переходит в практику и уже каждый может сам поуправлять беспилотником, провести анализ водопроводной воды на жесткость, сделать новогоднюю открытку из природных материалов или устроить соревнования роботов. Девятый класс – это время, когда необходимо определиться с будущей профессией. Благодаря экскурсии по парку будущего мы узнали много нового и полезного, говорят школьники. Экскурсия просто супер, советую всем. Я новое узнала о разных профессиях. Больше всего я хотела узнать о медицине и узнала. Общее впечатление – очень замечательный, прекрасный парк будущего. Это очень прекрасно, что вы даете такую возможность детям, таким обычным детям из обычных школ прийти сюда, познакомиться поближе с профессиями и, скорее всего, определиться с этой будущей профессией. Наталья Рогова, Павел Минаев. Специально для Анапа. Регион.